Привет всем дорогие друзья, с вами снова я Санж, сегодня мы продолжаем рубрику декораций, не будем тянуть, поехали. Ещё очень давно нам добавили возможность красить текст и подсвечивать его свечащимися пузырьками с чернилами, и ещё очень давно в Дискорде я обещал сделать данную декорацию, и делаю её только сейчас. Во всяком случае, сегодня у нас будут декорации с использованием текста на табличках. Итак, для первой декорации нам пригодятся бочки, ставим их вот таким образом. Так-так. Итак, это пара обстановочных блоков, затем сюда ещё одну бочку, расположенную вверх, то есть обязательно, чтобы она смотрела вверх. Так, сейчас я это сделаю. Вот таким образом. Так, это можно убрать. Так, затем нам пригодится табличка из тёмного дуба. Итак, печатаем на ней много раз I. Все тексты будут в описании к видео. Печатаем немного раз I. Затем, печатаем много раз вот такие вот символы. У вас, друзья, должен получиться вот такой текст. Далее нам пригодится оранжевый, либо жёлтый краситель. Окрашиваем всё это дело. И далее светящийся пузырёк с чернилами применяем. Вот таким вот образом. Сюда, например, жёлтый краситель. Затем светящийся пузырёк с чернилами. И мы получаем вот такие вот два красивых светильника. Ну а чтобы сделать рабочими ночью, нам пригодятся и светлые блоки. Команда на выдачу не будет в описании к видео. Просто размещаем его где-нибудь. Далее выставляем уровень света любой. Ну и я, допустим, выставлю пятнадцатый. Только с кликом, я здесь уже был блоком. Ну раз. Погодием до пятнадцатого. Затем сюда. Так, вот здесь. Затем даже здесь. И мы получаем вот такие по-настоящему рабочие светильники. Хорошо, двигаемся далее. Следующей нашей декорацией будут гирлянды. И так нам пригодится табличка из тёмного дуба. И желательно её размещать на такой же поверхности того же тёмного дуба, чтобы было незаметно, что здесь есть табличка. Далее печатаем много раз равно. Максимальное количество раз на строке. Текст также будет в описании. Такс, далее печатаем оу. Отступаем. Много раз печатаем оу. Так, так. Вот так. И вот так. Вот так. И вот так. Даже вот так. Угу. Такс, далее берём абсолютно любой краситель. Допустим, тоже оранжевый. И светящийся пузырёк с череменами. И мы получаем вот такую вот имитацию гирлянды. Можно даже, например, сделать вот таким вот образом. Снова печатаем много раз равно. Проделываем всё то же самое. Затем печатаем много раз. Допустим, вот столько раз. Так, и далее берём какой-нибудь другой краситель. Допустим, красный. Допустим, у меня будет красный краситель. И я сделал красным красителем, чтобы придать такой эффект, как будто бы у вас разные лампочки на гирляндах. Ну или же, если вы хотите разные лампочки прям вот на одной табличке, то можно ещё помучиться со знаками параграфа. Но тогда на гирлянде получится довольно мало лампочек. Хорошо, но мы двигаемся далее. Следующей нашей декорацией будут фары. Я пойду на примере своей прошлой постройки автобуса. Итак, нам пригодится табличка. Так, далее мы печатаем все те же знаки I. Вот, допустим, примерно вот такое количество раз. Так, только перед этим отступаем. Так, печатаем пробелы. Примерно вот такое количество раз. Далее печатаем много раз I. Вот таким вот образом. Ну или при этом, можете сделать фары, и какие вы хотите по размеру. Допустим, я это буду так. Так, затем в следующий срок я также отступаю. Так, и здесь уже печатаю вот эти квадратные скобки. Так, вот, однако отступил вот таким вот образом. Так, печатаем несколько квадратных скобок. Далее нам пригодится белый краситель. Видящийся пузырек чернилами, и мы получаем вот такие вот красивые фары. Можно вот сделать две по разным сторонам. Можно почти так же сделать задние фары. Тут еще проще. Тут просто печатаем много раз I. Затем много раз эти скобки. Вот таким вот образом. Далее сюда красный краситель. Видящийся пузырек чернилами. Тут делаем то же самое. Много раз. Много раз. Не скобки. Так, затем мы это все красим. И мы получаем вот такие вот такие вот вторые варианты с задними фарами. Хорошо, двигаемся далее. Ну и последнейшей нашей декорацией будет микроволновка. Итак, нам пригодится резной полированный чернокамень. Тонированное стекло. Сзади мы ставим обычный полированный чернокамень. Так, тонированное стекло. Поверх серый ковер. Сбоку полированный чернокамень. Так, сюда также серый ковер. Так, далее здесь печатаем какое-либо время. Допустим, что-нибудь 16 54 например. Так, далее здесь в квадратных скобках печатаем числа. От 1 до 0. Вот таким вот образом. Далее окрашиваем в оранжевый краситель. И применяем свечащийся пузырь с чернилами. И мы получаем вот такую вот красивую микроволновку. Хорошо, двигаемся далее. Ну а далее у нас концовка, друзья. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Ну а вы ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. С вами был снова я, Строитель Санж. Всем удачи. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok